Марина Малкова, знаком мы, как бы не очень спортивные СМИ, просто у меня тоже будет не соответственно спортивный, интересуют бюджеты, финансы, какой бюджет на этот год, сколько дают спонсоры, может быть, кто спонсорит, соответственно, бюджет города, бюджет области и самые большие контракты, каково, может быть, на конкретном контракте. Ну, финансовый вопрос, интересный вопрос. Хорошо, давайте попытаться. Ну, во-первых, спонсорские контракты, они подразумевают то, что они закрыты, и раскрывать мы их не можем. Но, конечно же, могу сказать, опять-таки же, кто с нами, не хочется никого забыть, если получится, то это, конечно же, компания «Ариан», это, конечно же, наш трубопрокатный завод, это, конечно же, ЮГК-компания, это, конечно же, РМК-компания, это компания «Кона», это «Наватек». «Наватек». Ну, и еще есть ряд таких спонсоров, которые, в общем-то, традиционно нас поддерживают, вы их все увидите на билетах, на рекламе и так далее, и так далее. Это, если мы говорим про спонсоров. Что касается бюджета, ну, это, в общем-то, тоже цифры, которые есть везде в СМИ, значит, пока бюджет на следующий год еще не утверждался, и мы показываем, существуем за счет как раз спонсорской поддержки, мы работаем за счет той билетной программы, которую мы уже осуществляем, и мы, конечно же, очень неплохо, я скажу, что мы продали практически, не практически, а мы продали все ложки. Причем по хорошей цене, как это положено, есть всяких исключений, нарушений и так далее. Поэтому мы сейчас все, в общем-то, работаем на эти средства. И еще, что там было у нас? Контракты самые крупные. Ну, то есть, скажем, к контракту Мамаева в свое время. Ну, он не был никогда самым крупным, но он был самым выгодным для Мамаева, это точно, и невыгодным для клуба. Но я не думаю, что стоит на это обращать внимание. Я скажу так, что, поверьте, что все контракты, которые заключили мы в этом сезоне, они очень сильно были уменьшены по сравнению даже с прошлым годом. Ну, хотя бы примерно с прошлым годом. Ну, нет смысла говорить. Они все разные. Они все абсолютно разные, потому что у игроков есть двухсторонние контракты, есть односторонние контракты. Но я могу сказать с уверенностью, что почти все контракты уменьшены и увеличена премиальная часть. То есть, тем самым мы хотим, чтобы у ребят был стимул, чтобы они играли, били, забивали, отстаивали честь нашей области, честь нашего города. И как бы были нам всем интересны, чтобы они выполняли качественно свою работу. Для этого у нас есть премиальная система. Поэтому все возможное клуб для этого сделал, поверьте. А какой процент премии от контракта может быть? Ну, у некоторых игроков, допустим, у которых двухсторонний контракт и молодыми игроками являются, у них может быть премиальный даже больше. Потому что премия, она рассчитывается, что и за количество очков набранных и так далее, и так далее. У всех они разные условия. Контракты нет ни одного типового контракта. Они все разные. Все премиальные разные и так далее, и так далее. Они все разные. То есть, пересмотрены полностью все контракты? За исключением те, которые нам остались в наследстве. И то, даже те контракты мы тоже многие пересмотрели, немножко переделали и так далее. Допустим, вот могу на опережение сказать, что сейчас в СМИ почему-то, я не знаю, пишут, ну, наверное, это вот как раз те, кого, не знаю, здесь нет, или кто-то, может быть, к нам по-другому относится, там, про Сухачева. Да мы наоборот, что мы разрываем контракт или еще что-то. Да нет, конечно, мы наоборот с ним переподписали контракт не только на этот год, а еще и на следующий год. Ответ на ваш вопрос, да? Да, сходим. Да, вот, пожалуйста, вот я предвидя, я сразу сказал, что наоборот, мы ведем эту работу, ведем очень профессионально, поверьте, и в первую очередь в интересах клуба и болельщиков. Потому что это одно и то же. Для меня, в моем понимании, клуб и болельщики – это одно целое. Сергей Сергей, городской сайт ЧАЛО «Петриус Кудры». Посмотрите, пожалуйста, полностью укомплектован состав трактора на этот сезон, вот по всем линиям, и если нет, то какие еще позиции будут усилены? Что касается комплектации, наверное, нельзя пока дедлайн не пришел, не подошел дедлайн, нельзя, наверное, сказать на сто процентов, что состав укомплектован. Пока есть эта возможность, я думаю, что это все равно такой рабочий момент, где мы смотрим, где мы можем где-то добавить, если это позволяет нашей возможности, бюджет, если у нас есть, опять же, единое понимание, что вот эту линию надо усилить. Где-то у нас, может быть, смотрим чуть-чуть дальше вперед, когда начнется игры уже, кубковые матчи, куда нам нужно попадать, попадать достойно, где нам нужна, может быть, чуть больше будет глубина. Тут трудно мне сказать, на данный момент, на данный момент, наверное, процентов 95-9, оставлю чуть-чуть местечко, наверное, команда готова, укомплектована. Ну, посмотрим, опять же, зависит, кто появляется на рынке, это тоже такой момент, да, может быть, мы думаем, что никто нам не нужен, а тут появляется какой-то интересный вариант, который так выгодный, интересный вариант. А какие линии, какие линии надо? Это может быть абсолютно любая линия, но я думаю, что, скажем так, по вратарской линии, да, мы у нас отличная вратарская линия, где у нас есть Демченко, да, наверное, как бы выраженный номер один, со своим опытом уже доказал в этой лиге. И, естественно, мы работаем, чтобы он становился только стабильнее, только ярче. Но у нас есть отличная вратарская бригада, да, она молодая, но мы в нее верим, она не дает нам пока, скажем так, поводу сомниться, ребята работают, ребята показывают себя. Поэтому, наверное, вратарская линия одна из тех, где, наверное, нам пока не надо ни о чем думать, стабильная. Да, стабильная. А впереди и в обороне, ну, посмотрим, опять же, посмотрим. Все-таки начнется, начнется игр, да, насколько молодые ребята, попадая в те или иные ситуации, смогут играть стабильно, играть на результат. Да, потому что просто играть это одно, играть на результат это другое. Поэтому мы тоже это будем оценивать, мы это уже тоже сейчас уже начинаем понимать по фамилиям. Поэтому, смотря кто появляется на рынке, это тоже, это тоже часть, вот, скажем так, доселе. И еще маленький дополнительный вопрос по спецбригадам большинства и меньшинства. Потому что для трактора это всегда была такая больная тема, особенно большинство, много об этом говорили, вот таких пресс-конференциях после матча, что не можем забить, и так далее, и так далее. Вы это наигрываете, у вас уже все сформировано? У нас есть, да, понятие, мы начинаем это наигрывать. У нас, что касается меньшинства, я считаю, что мы здесь начали работать чуть более агрессивно, что касается меньшинства. Потому что меньшинство это системная работа, большинство это все-таки, помимо химии, да, это все-таки есть импровизация, исполнительное мастерство, это большинство. А меньшинство это системная работа, поэтому здесь мы начали работать чуть более, ну, чуть раньше и чуть более агрессивно. Это дает свой результат, мы очень неплохо, неплохо по ходу двух турниров выглядели в меньшинстве. Что касается большинства, да, у нас будет три спецбригады. Мы уже более агрессивно сейчас за это начинаем браться. Скрипут Александр, газета «Московский комсомолец». Вот в начале сезона мы говорили о том, что команда будет формироваться на основе кандистов, которые выросли в Челябинск, которые пришли в школу Трампера. А насколько это реально вы сейчас получили, можете сказать, кто из ребят закупился на 100% в команде? Я скажу, мне даже листочек не нужен. Я уже говорил, что как бы для меня, да, Челябинская парадистка это хорошо, но качество хоккеиста, да, это, наверное, основное. И то, что и было совместным общением с руководством, у нас все равно было такое понятие, да, мы возвращаем тех воспитанников, которые могут нам помочь сыграть на тот или иной результат. Поэтому это основное, да. И вот у нас список есть, он весь зеленый, весь челябинский, да. Конечно, без, без, это современный спорт, это профессиональный спорт, где без какой-то помощи со стороны это невозможно сделать в современных условиях. Если мы могли бы вернуть, скажем так, того же Нестерова, Панарина, да, то мы бы о другом говорили, но это профессиональный современный спорт. И здесь уже, да, идет акцент на своих воспитанников, и мы идем в этом направлении, да, но без посторонней помощи мы это сделать не можем. Поэтому у нас, у нас много есть здесь местных воспитанников, и я думаю, что вы сами это знаете. Поэтому мы этим гордимся, мы будем за это стараться цепляться, стараться развивать много хороших молодых ребят. Но опять же, это процесс с первого дня, с первого класса в 11 они не поступят. Это процесс, через который они должны пройти. Многие молодые ребята даже не проходили ни одной пятизонки с взрослой командой. У них нет базы. Они могут сегодня приехать, сыграть здорово, но завтра и послезавтра их не видно. И мы это знаем, мы к этому готовимся. Потому что мы знаем, мы можем вести состав подкорытова, он выйдет за объемки. Но завтра, послезавтра я его не увижу. Я это знаю. Потому что у него нет этой базы. Эпл наращивает эту базу. Он идет в правильном направлении. Но это процесс. Это не происходит сразу. В этом сезоне кто из наших молодых ребят вас впечатлил, скажем так, больше всего? Знаете, многие, многие, многие даже, знаете, я думаю, что все-таки многие ребята еще летом, когда мы общались по телефону и отсылали им летнюю программу, еще до конца не понимали, что их ждет, как это будет. В каком направлении они должны идти, как работать, как культура работы их в тренировочном процессе должна подняться. Потому что здесь много хороших ребят молодых. Но если честно, работать они пока, они работали, скажем так, очень слабо. Качество работы, оно реально слабое. Желание, да, но качество слабое. Через это они тоже должны прийти. И по ходу, по ходу, кто вот это уловил, такие ребята, даже вот мы, Ясинский, он даже присоединился к нам по ходу предсезонного сбора в Мориборье. Да, но этот парень, он, да, приходил после лета, но он был немножко не готов. Мы сразу его не могли окунуть в эту работу, потому что он был не готов. Он немножко поднабрался в вышке, мы его вернули, и он уже, как бы, понимал, и он уже дальше идет с нами. Он держит, да, это качество работы. И он растек. Тоже, в принципе, Желяков. Да, эти ребята, как бы, вот это качество работы у них присутствует, они быстрее идут вперед. Да, есть молодые ребята, которые сегодня работают здорово, но завтра я его должен гнать вперед в каждом упражнении. Это не уровень КХЛ. Я не должен гнать ребят на упражнение вперед. Они должны слышать требования, они могут переспросить, но у них должна быть концентрация, самоотдача на каждом упражнении. Вот это уровень КХЛ. Гнать кого-то вперед на каждом упражнении, это не уровень КХЛ. Это мы возвращаемся к культуре работы. Поэтому молодые ребята здесь тоже учатся. Да, они талантливы, они хороши, но все начинается на тренировочном процессе. Поэтому здесь многие впечатлили. И когда мы играли, опять же, против китайцев, мы хотели привести вот эту команду, которая без таких, скажем так, лидеров, да, больше молодежь, может, ребята там из вышки, которые чуть постарше. И посмотреть их, как они будут в своей среде, да, смогут выйти где-то против канадцев. Как они себя поведут. Многие впечатлили. Мансеров, я о нем знал только на бумаге. Ну, я знал, кто это, я видел, но я с ними не работал. Прекрасный парень. Я, вполне возможно, что он появится у нас в охолочном сезоне. Поэтому многие ребята впечатляют. Да, но это, опять же, это процесс во всем, абсолютный процесс. Ревизионная комиссия, поэтому сейчас что-то озвучено. Потому что мы это тоже, мы, конечно, анализируем и видим, и понимаем. И наша задача, что войти в новый сезон, понимаете, у нас совершенно другая и сложная задача. Мы не хотели бы войти в новый сезон со старыми ошибками. Конечно, конечно. Поэтому мы как бы и пытаемся все сделать, чтобы их не допустить. Вот, пожалуйста, у нас там билетная программа, там ложи, хоккеисты, контракты и так далее. То есть мы пытаемся все это сделать, чтобы это было совершенно на другом уровне. Подходы к другим. Еще. Можно еще вопрос? Вот, наверное, вопрос мог прозвучать в самом начале. Еще раз писать, что тренер Сергеевич написал, что по задачам на сезон прозвучала глобальная задача. А меня интересует вопрос, наверное, главному тренеру. Задача на ближайший, может быть, первый месяц до Нового года. Есть какие-то мысли, какое место должна занимать команда после первых игр? А ваши улыбки, сомнения какие-то? У меня просто интересно, что мы всегда ставим большие задачи, по итогу у нас оказывается не так все радужно. Какие у вас есть планы, планы на сезон? Спасибо. Я уже хотел сказать, что, наверное, сезон делится на две части. Это гулянжный, чемпионат и кубковый этап. Но я считаю, что мы должны своей игрой, своей подготовкой дать шанс выиграть себе кубок. Естественно, мы ставим, не может быть никакого сарказма, но мы действительно верим, что мы идем в этом направлении. Понятно, что помимо нас еще есть 22 команды, которые хотят то же самое. Но наша задача – работать так, играть так на первом этапе, чтобы мы достойно вошли в плей-офф и чтобы мы дали себе шансы выиграть кубок. Вот это основное для меня. Для этого мы и работаем, для этого мы строим свою игру, для этого мы набираем нашу обойму молодых ребят, которые каждый из них будет важен на каждом этапе. У нас непростой выезд в начале, где нам нужна будет свежая кровь, энергия. Но тем не менее, это моя планка, мое понимание – проходить солидно, уверенно, в своей игре в первую очередь, чтобы занять достойное место в регулярном чемпионате. И мы начинаем новый этап и даем себе шанс дойти до конца. Вот это самое важное. Я буквально два слова хотел бы сказать. Во-первых, я думаю, что многие из вас были на трактор-опен, на открытие, скажем так. И Алексеем Леонидовичем Текслером четко была озвучена наша цель, наша задача. Дальше я хочу вернуться лет так на восемь, получается, назад и вспомнить, кто был на той пресс-конференции, когда в одиннадцатом году я сказал, что наша задача, наша цель – это кубок Агарина. Ты точно был. Я был в десятом году. Да, не я. В десятом? В десятом? В десятом или нет? А, в десятом, конечно, в десятом. В десятом, вот правильно. То есть девять лет тому назад. И когда я это сказал, то очень многие крутили пальцем ловиска, не верили, не смеялись, но мы через два года за него бились. Я напомню, если кто-то не помнит. Поэтому еще раз скажу. Вот, знаете, вот вернусь, вот специально взял с собой это абонемент. Вот у нас сейчас продажа абонемента вот такие. И когда вот так вот открываете, вот здесь абонемент, и на нем написано «Я в команде». Здесь тоже написано «Я в команде». Завтрак, как раз. Поэтому это как раз то, о чем я вас всех прошу поддерживать. Если мы все будем одной командой, то мы эту цель увидим. И мы будем биться за нее. Легко не будет. Легко не будет. Мы специально все вышли из зоны комфорта. И мы работаем так, чтобы у нас был тот результат. Но мы в одной команде. И мы тем самым себе поможем. Поэтому никто тут абсолютно никаких смыслов не прячет. Однозначно. Наша цель – это кубок. Конечно, судьба покажет. Но то, что мы будем биться за ним и все для этого делать – это точно. Немного необычный вопрос, связанный с кубками, с Армаданом, с губернатором. Вы любите верить? Вообще-то да. Ну, тогда вот следующий вопрос. Получается так. Вот трактор выигрывает кубок губернатора, а сезон следует неудачнее. Было тринадцатый год, после серегура мы выиграли кубок, а в следующий сезон… Вы знаете, для меня тринадцатый год был очевиден. Меня уже там не было. Ответ? Для меня это было очевидно. Я очень этого не хотел, но для меня как-то это было очевидно. Я просто видел, что происходило, что менялось из того, что мы делали и привносили в эту команду. Как мы заставляли работать и что происходило потом. Для меня это было очевидно. Я, конечно, не думал, что мы настолько плохо будет, что мы даже в плей-офф не попадем. Но, как бы, вы же помните, у нас, во-первых, осталось почти процентов 80 всего состава. Главный тренер, вся команда, почти все остались у нас там точечно, мы поменяли. И, тем не менее, мы не попадаем в плову. Как это объяснить? Но это как раз то, что мы сейчас опять… Если вы помните, десятый год, первый наш лозунг. Мы одна команда. Мы сейчас делаем то же самое. Ничего нового здесь придумывать не надо. Мы выступаем одним, единым целым. Так все было? Здравствуйте, меня зовут Алина Пахровская. Я ведущая спортивная программа на администрации «Комсомольского права». Вопрос будет к ТНСу. Оценка игры команды на Мариале и Рамазана. И, исходя из этой оценки, есть ли у вас понимание того, кто выйдет на первые две сетки? Да, я думаю, что на предсезонном этапе невозможно быть довольны игрой. Это просто нереально, какие бы ни были результаты. Я уже сказал, победы, конечно, они добавляют настроение команде, все равно уверенность. Но кто выйдет, да, у нас есть понимание на процентов 90, кто выйдет. Мы, естественно, сейчас более, я уже сказал, более тактильонаправленно будем наигрывать определенные связки, тройки, спецбригады. Это все понятно. У нас, мы хотим понять еще до конца, каким мы выйдем формацией, да, будет ли это 13 плюс 7 или 12 плюс 8, да, это касается нападающих защитников. Кто из молодых ребят, да, на второе число, да, готов принести свою игру и результат. Поэтому это все еще немножко в процессе. Но на процентов 90, да, мы знаем, как мы будем выглядеть. На Рамазане, я думаю, что это опять же, игры на выезде и дома, они отличаются. Мы все-таки хотим подровнять нашу игру на выезде, чтобы она была более похожа, как мы играем дома. Это та агрессия, которая была дома. На выезде она была послабше, да. Мы здесь работаем над этим, чтобы мы не сильно отличались. Мы хотим играть тот хоккей, который мы показали дома против Магутки, да, агрессивный, комбинационный. Много моментов, много бросков. Мы хотим эту игру перенести на выезд, как бы это ни было сложно, да. Такой характер команды мы вот сейчас воспитываем. Это, в принципе, и показал турнир, где нам нужно было выстоять, тоже где-то в меньшинстве довольно-таки много. Что и забить нужный гол, да, в нужный момент. Это все-таки характер команды, да, помимо тех каких-то игровых моментов. Это характер команды, когда даже на предсезонке, да, это важный момент, когда нужно, ребят, несмотря, что, может быть, результат не самый важный, да, но закуситься, да, не пропустить нужный момент и найти момент забить этот гол. Поэтому нам это удалось сделать. Характером я доволен. Что касается игровых моментов, то, конечно, у нас еще и есть начинание. Продолжите. То есть, в целом, как и руку, как вы делаете ситуацию с Лисином, что именно там получилось, что с ним случилось с Галерой Лисином? Ну, здесь ничего такого у меня не случилось. Просто, к сожалению, травма не позволила, и поэтому, в целом, это правда. Жизнь. Ну, мы бы, конечно, хотели увидеть у себя по всем, как бы, показателям по той игре, которая пропагандирует. И, конечно, она как раз очень подходит, потому что, если вы помните, вы один из самых скоростных игроков. Несмотря на даже, там, 33 годы, и он очень силовой такой мощный. Ну, пока так. Еще вопрос. Еще тогда вопрос, а больше через контракт, например, на один год, есть ли какие-то стратегии, например, на несколько сезонов? Конечно. Вот мы сейчас именно этим и занимаемся. И как раз то, что я сказал, вот мы сейчас со многими переподписываем, договариваемся, переподписываем по праву, как не на один, а на два года. Тот же Сухачев, тот же Федотов. И с Петрисом у нас тоже все в порядке. Петрис, к вам вопрос. Какая роль Сухачев? Следующий вопрос. Какая роль? Да. У нас есть вратарская бригада, которая состоит из трех вратарей. Роль, она, знаете, сегодня... Вратаря вообще, она такая немножко непредсказуемая роль. Потому что это непростой чемпионат. Мы сейчас тоже начинаем спаренные матчи. И она роль быстро может меняться. То, что Влад получит свой шанс, это однозначно. То, что мы будем... Нам придется, наверное, использовать всех трех вратарей, или больше, или меньше. Это, опять же, зависит от некоторых нюансов. Но у каждого из вратарей будет возможность проявить себя. Мы идем этой группой дальше, да. Сегодня он может быть, как бы, номинально третьим номером, да. Но это не значит, что через неделю он останется на этой позиции. Третий номер, он будет играть еще у Метя. Мы найдем игровое время, естественно. Мы будем смотреть, чтобы у нас вратарей было хорошее игровое время. Это может быть и Ваня Федотов сыграть какие-то матчи. Мы будем держать ребят в тонусе. Не только тренировочного процесса, но и игрового. Это касается абсолютно всех хоккеистов, которые в нашей обойме, да. Не знаю, это шесть пятенки, или как это было, да. Но мы будем тренировать, находить возможность, чтобы ребята были все абсолютно и в хорошем игровом тонусе. Желяков и Степанов возвращаются из молодежной сборной, а не присоединятся к трактору или в вышку поедут? Степанов поиграет в вышку, Желяков начнет тренировочный процесс с нами сейчас. То есть вы Желякова даете предпочтение, как лимитчику? Нет. Нет? Нет. Просто потому, что игровые какие-то там функции, которые выполняет Степанов, ему легче выполнять себя в челумете и держать себя в тонусе.